Дорогие наши гости, уважаемые жители Гадаузии, сегодня искренне всех вас хочу поздравить с великим нашим праздником, днем Гагаузской республики. Знаете, многие говорят, что почему Гагаузия справляет такой праздник, ведь самой-то республики нету. Но мы отвечаем гордо и четко, что те, кто забывает свое прошлое, тот не будет иметь будущего. И мы знаем, что у Гагаузии, так же как и у всего народа, имеются знаменательные события. И одним из самых знаменательных событий Гагаузии является именно провозглашение республики. Вы знаете, вроде бы начало этому было просто. Все помнят прекрасно простого парня Леонида Доброва. Он на велике с рупором в руках ездил по улицам Гагаузии и Камрата и приглашал всех на митинги. Вроде бы простой вопрос, но серьезные вопросы стояли именно, чтобы поднять изучение языка Гагаузского в садиках и школах. И никто в то время не понимал, а для чего вообще это надо и кому это надо. Тогда, вы знаете, было в моде знать хорошо русский язык и даже говорить поменьше с акцентом. Но Доброва прекрасно понимал, что если народ потеряет свой язык, то не будет и такого народа, как Гагаузия. Но мы с вами замечаем, что через определенное время совсем здорового человека, я вас уверяю, я был постоянно рядом с ним, учился в одной школе. И мы с вами говорили, что это не было, но не получилось, потому что это не помогло никому. Появились соратники у Доброва, появилась целая прияда его сторонников, которые продолжили эту идею, эту мысль. Здесь надо отметить наших бургуджи, булгар, надо отметить и наших чешмиджи, самости на многих других. Но необходимо отметить тех, которые сегодня нету рядом с нами. Это Мария Васильевна Маруевич и Андрей Куйклы. Давайте мы вспомним. 19 августа 1990 года очередной съезд депутатов всех уровней объявляет образование Гагаузской республики. И мы с вами сегодня справляем его 24-летними. Вы знаете, этот праздник объединяет всех тех, кому небезразлична наша история, история нашего края. И хочется отметить, что те, кто думают, что есть будущее, есть прекрасное будущее нашей Гагаузии, они тоже сегодня объединены в этом зале. Именно этот праздник воплощает у нас в каждом Гагаузе смелость, гордость, стойкость и поднимает дух у всех нашего, у всего нашего народа в борьбе за его политические права, борьбе за национальное самоопределение. Именно это и самоопределение национальное помогло нашей Гагаузии сделать стремительный шаг в вопросах политики, в вопросах социально-экономических и культурного развития. Этим самым Гагаузия стала в один ряд в мировом сообществе. Мы заимели огромное количество своих друзей на международной арене. Наши Гагаузии уже стали знать в любых точках мира. И мы совместно с нашими друзьями всеми, народ Гагаузии, кардинально изменил политический климат Гагаузии. Мы с вами видим, что у нас сегодня спокойствие, безопасность и мир. Многие, конечно, считают, что здесь есть какая-то опасность. Уверяю вас, что мы будем вести такую политику, чтобы ни в коем случае не допустить больших ошибок. Все будет достигнуто, консенсус будет найден именно в диалоге и именно за крупным столом. Мы не думаем абсолютно по-другому, чтобы вы это понимали. Дорогие друзья, мы знаем с вами, что после провозглашения Гагаузской республики наше руководство республики начало постепенно, по-другому немного понимать ситуацию из Гагаузии. Они поняли, что Гагаузия практически нигде в мире не имеет ни пяти земли. Поэтому ему абсолютно некуда уходить и нечего делить. Они потихоньку нашли общий язык с руководством Гагаузии. И мы с вами видим, что появились некоторые договоренности о создании Гагаузской автономии. Политической, повторяю, Гагаузской автономии. Значит, 23 декабря 1994 года уже парламент принимает закон об особом правом статусе Гагаузии. Мы с вами уже видим, что руководство Молдовы признает нашу автономию и дает возможность нашему народу самому определить свою бытность. Ну, в пределах границ республики Молдова, скажем так. Но сегодня, если говорить о том, что политический статус автономии решен полностью и в полном объеме, мы этого не можем говорить, но имея в виду, что мы сегодня отправляем такой праздник великий, я не буду говорить о плохом. Я хочу только одно сказать, что народное собрание Гагаузии и руководство Гагаузии сделает все возможное, чтобы наш политико-правовой закон сработал в полном объеме. Шаг за шагом. Но это все должно решиться. Я уже вижу, что начинают уже вверхи понимать об этом. И вы видите, что этим самым мы защитим наших патриотов. Здесь надо остановиться на том, что буквально недавно народное собрание приняло закон о льготах и об обеспечении наших ветеранов силовых структур Гагаузии. Это говорит о том, что руководство Гагаузии не забывает о своих героях. И именно сегодня актуален в этот вопрос принятый закон. Потому что мы знаем с вами, что после проведения референдума 2 февраля этого года ситуация политическая в Гагаузии и в целом стране намного обострилась. Намного обострилась. Мы знаем с вами, что наш народ дружно вышел на референдум и также дружно высказался практически единогласно за тесное сотрудничество с Доможенным Союзом, с Евросийским Обществом. Мы с вами это уже разобрались. И коль такое волеиземление было у народа, мы все приложили и прикладываем для того, чтобы все эти давления, которые после референдума идут на автономии, более-менее смягчились. И я уверяю вас, что в любом случае язык мы вообще найдем. Потому что мы много говорили, еще раз сегодня говорю я, что мы горды тем, что мы живем с таким порядочным, добродушным народом молдаванами. Живем рядом с ними, и мы уважаем их, болеем, когда у них есть проблемы, и радуемся их достижениями. И мы знаем, что при встрече... И мы знаем, что при нашей встрече с нашими соседями, живя здесь, конечно, мы с ними встречаемся, мы видим, что с их стороны такой же подход к нашим граговузам абсолютно. И вы знаете, что не у всех людей простых совпадают мнения, молдавских я имею в виду, совпадают мнения с руководством Молдовы. Вы замечаете абсолютно последние встречи, вы видите, наша Молдова встречалась во Флорешках. Более 2000 людей собралось и поднимались много вопросов. Но был один серьезнейший вопрос, о котором и наша граговузия думает. Люди спрашивали, почему идет руманизация в обществе Молдовы. Мы слышим об этом. Значит, мы понимаем, что не только мы сепаратисты, если таковыми нас считают. И некоторые люди другие об этом говорят. Мы видим, что на севере и других районах люди не согласны с вектором развития, потому что теряют большие потери делают. Но это не говорит о том, что все идут на войну с руководством. И мы хотим, чтобы все знали, что мы такие же добропорядочные люди, как и все, как и весь молдавский народ в нашем государстве. И мы никуда не собираемся у него уходить, и ничего абсолютно не хочем делить. Поэтому еще раз уверяю вас, что мы с молдавским народом, если у нас не получится с руководством, мы выйдем к простому народу и объясним наши просьбы, наши претензии. И я уверен, что они в этом поймут нас. Уважаемые друзья, закругляясь, хочу еще одно сказать, что все те позиции, которые высказал наш народ на референдуме, я уверяю вас, что они нам помогают сейчас с нашими партнерами из Российской Федерации ввести хорошие связи. Вы замечаете, что у нас меньше проблем с реализацией нашей винной продукции. Сегодня можно уже смело говорить, что решается вопрос с реализацией плодовощной продукции, когда мы видим другую картину, что особенно на севере и других районах большие проблемы имеют наши друзья. Поэтому я считаю, что в этом личном вопросе гагагузский народ сделал мудрое решение и сделал правильный выбор, потому что мы видим, что без экономики нам абсолютно никуда не деться. И еще раз хочу уверить всех наших жителей Гагагузии, и здесь просим включить, что все те решения, которые принимает народное собрание, уверяю вас, что мы обязательно учитываем мнение нашего народа и желание нашего народа. Слово «народа гагагузии Тайнац» — это закон. Я хочу в конце тоже перейти на свой язык. Может быть, кому-то не будет понятно, но в основном я говорил об этом. Слово «народа гагагузии Тайнац» — это закон. Слово «народа гагагузия» — это закон. Береги, эмсаалы. Яшасын bizim дагавузы, яшасын дагавузы. Очень спасибо.